Приветствую вас! Вы знаете, можно, 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 конечно, сделать шаг вперёд, но для начала крайне желательно, чтобы вы обработали за своим страхом быть отвергнутой, потому что этот страх родом из детства, он связан с тем, как вы в общем и целом к себе относитесь, вот. И то, что вы боитесь быть отвергнутой, уже является самим по себе проблемой. То есть вы хотите быть смышиной в том числе. Не только, но в том числе. Потому что хотите доказать, хотите доказать себе, что вы, например, достойна, что вы, например, важна, что вы ценный и так далее. А мужчина в таком случае выполняет роль некого собирательного образа, который для вас важен. Такая история. Да, вы можете сделать шаги навстречу, но сейчас, на данный момент, вы только лишь пытаетесь что-то себе доказать. А сейчас, на данный момент, вы пытаетесь только что-то себе, пока, ну, для себя получить. А сейчас вы пытаетесь сделать, к сожалению, только это. И не более, не более, не более того. Вот. Что касается, вот, вашего письма в целом, то я чувствую здесь какую-то неуверенность ваша в себе. Я чувствую какую-то жертвенность, я чувствую какое-то сожаление, я чувствую какую-то такую вот, может быть, потерянность, что ли. Вот. И мне кажется, что именно с этой потерянностью, именно с этой жертвенностью вам нужно что-то делать. То есть, как-то вот, посмотреть на себя, в большей степени, ну, более такой, принимающей истории, в большей степени, такой вот, оценивающей истории на себя. Да. Вот. Потому что, то, что вы, как видите, к человеку, который, в общем-то, женат, да, уже говорит о том, что он, на подсознательном уровне, именно на подсознательном уровне, близости вы, скорее всего, боитесь. Вот. Близости, скорее всего, вы опасаетесь. Ну, эмоциональные, эмоциональные, интимные близости. Вот. Вы боитесь. Такое у меня появилось ощущение, исходя из того, что вы пишете. Вот. А дальше, значит, почти год я общен с мужчиной, чисто деловое общение, я влюбилась. Знаете, вот, влюбленность вместе с страстью, это не совсем любовь. Да, то есть вы скорее видите того человека, которого вы хотите видеть. В действительности же вероятно, что он, мужчина я имею ввиду, совсем не тот, каким вы его видите. Вот, в действительности мужчина совсем не тот, каким он вам кажется, понимаете. Вот. Каждое его теплое слово воспринимало как ману небесную, но как он мечтал. Знаете, вот вы нуждаетесь в нем. Вот само то, что вы в нем нуждаетесь, да, вот само то, что вы в нем нуждаетесь, уже говорит о том, что ваши чувства к нему, да, они, к сожалению, не совсем зрелые. Вот. И вот это очень важный момент, что ваши ощущения, да, ваши эмоции к нему, они не совсем зрелые, к сожалению. И вот эм, почему не зрелые? Потому что вы в чем-то ну, ждаетесь, опять же, да, вам чего-то не хватает. Может быть вам не хватает мужского внимания, может быть вам не хватает принятия, может быть вам не хватает любви, может быть вам не хватает эм, чего-то еще. Так сказать, скорее всего, ну, невозможно так сказать. Вот, но если разобраться, если разобрать эту историю, то, я думаю, более чем можно будет этот момент поисследовать. Более чем этот момент можно изучить. Дальше, значит, так, ждала, так, горько рыдала, если он меня не выходил встречать или не задерживал при выходе. Ну, вот здесь, конечно, имеет смысл проанализировать ваши чувства для того, что именно вы имеете в виду, как именно вы это всё воспринимаете, вот, ну, как это всё вот, как вам это всё видите. Видите, видите, очень важно это понять, очень важно это определить. То есть, отделить, грубо говоря, отделить ваши чувства, направленные на вас, к примеру, от чувства, которые вы направляете на него. То есть, это вот две разные, ну, два разных момента. Вот вам крайне желательно это отделить. Дальше. То мне казалось, что я ему нравлюсь, то, что я ему не нравлюсь. А, для вас это какое значение имеет? Безумный, здравствуй, влюблённость вытесняла, как клинк-лином, приключилась на других и зря. Почему? Где-то несколько месяцев назад, общение стало более свободным, щутки, анекдоты, явные мышечки взгляды, меня настораживают такие моменты, как мужчина напряжённая, реагирует неприятно, если вдруг в его кабинете звонил как мужчина, если знаете мой любимый курсовок, а извинительно высказывает по поводу осаждающих меня лиц мужского пола. Эээ, Лидия, дело в том, что, эээ, по большому счёту все мужчины собственники, и данный мужчина не является исключением, вот, он такой же собственник, вот, и именно поэтому он так вот, эээ, так реагирует на то, что вот вам, ну, к вам проявляют внимание, значит, мужчина, вот. А другой вопрос, что, как бы, ни к чему это не обязывает, его, эээ, в случае чего человек просто будет делать вид, как будто ничего не было. Ладно, какая история. Эээ, вы же, в свою очередь, ввергаете себя в пучину неопределённости здесь, эээ, вот, и, опять же, крайне безответственно подходите, к сожалению, к тому, что вам нужно, и к тому, чего вы, чего вы хотите. Эээ, дальше идём. Так, эээ, извинительно высказывает, так, я видел, как он обращается со всеми, кто внеурочный час, эээ, думает, что придётся к нему в кабинет Бетханца, но лёгкого права запрещила, и я, и я боялся, раньше я боялся идти даже в приёмные часы, почему? Недавно радиоэксперимента вломилась, вынесла мозг, убежала, поймала, одобрительный взгляд. Ну, здесь, знаете, вы поступаете, на самом деле, как ребёнок, вот, эээ, пытаетесь просто добиться какого-то внимания всего страны, вот, при том, что, эээ, внимание действительно может быть у него, к вам, действительно может быть, может быть внимание. Но, вопрос, эээ, в типе. Вопрос именно в типе внимания. То есть, эээ, какое оно, это внимание. Эээ, потому что, это внимание, оно может быть разным. И, в данном, эээ, в случае, эээ, в данном случае, внимание, эээ, оно, эээ, к вам, да, как, как, к женщине, как к женщине, но, эээ, это внимание, к вам, как к женщине, оно не подкреплено, эээ, реальной возможностью, эээ, с вами быть. Вот. Эээ, к сожалению. Вот. Эээ, ну, скорей, скорей, скорей всего. В проактивном случае, человек, человек, будет давно, эээ, эээ, с вами, ну, сближался, эээ, начал бы сближаться. Вот. Понимаете? Дальше. Эээ, это было чисто ради проверки. Делает комплименты, шутки, служебный флирт, но, одна послонница к своему ребенку, в случае принял, эээ, участие, в том же, я просто так, о чем ты это говорит? Ни о чем не говорит. Ни о чем. Это ни о чем не говорит. Я не претендую на брак, и не полезу в семью, эээ, хорошо, неужели он только поэтому делает шагов ко мне, ну, нравлюсь. Да, именно только поэтому, вы считаете, это удало. Эээ, моя мечта просто видеться с ним, разговаривать, если бы не было желания, и временно вы это и так делаете, запуталась, ужасно. нужно делить, эээ, свои желания, вот, желание к нему будет, она хочет сделать шаг на встречу, а, вы только что сказали, что не хотите лезть в, эээ, семью, и, брак. Эээ, вот. То есть, если вы не хотите, ээээ, лезть в, эээ, семью и брак, ээээ, то, то, что вы, эээ, хотите сделать, ээээ, шаг, навстречу, уже говорит о том, что вы все-таки, ээээ, лезете в брак. Ээээ, Понимаете? Какая, какая штука. Так, дальше. Сколько нам осталось в той жизни, эээ, если есть, куда именно здесь, и не можно позволить себе шагнуть к нему. И это ощущение, что вы пытаетесь какую-то свою проблему решить, ээээ, за счет человека. Вот. Эээ, вот как это выглядит. По крайней мере. Поэтому мне кажется, что вот здесь, эээ, вам нужно разобраться в себе, разобраться в своем, как я уже сказал, ээээ, страхом, ээээ, быть отвернутой. Вот. А, потому что этот страх, он, ээээ, ээээ, родом из, эээ, Anyway, его вы пытаетесь ээээ, компенсировать, ээээ, Вот. Поэтому, тут вот тут тут вот, такая история. Эээ, на этом, в принципе, все. Ну, на этом, на этом принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет, хоть немножко. Хотя, безусловно, это не решает в целом проблему вашего поведения и в целом вашего восприятия мужчин, а также собственных противоречий и потребностей в любви и в взаимной искренности, как вы говорите. Но, тем не менее, значит, значит, какие-то, на какие-то вещи, я надеюсь, я смог обратить ваше внимание. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.